Неподвижный блок Неподвижный блок – это один из самых простых механизмов. Он не дает никакого выигрыша в силе, зато позволяет менять направление ее действия. А это иногда оказывается очень удобным. Когда грузчик носит тяжести вверх по лестнице, он каждый раз поднимает не только вес груза, но и собственный вес. Если поднимать груз на веревке, то заносить вверх свой собственный вес уже не нужно. Получается заметная экономия работы. Но тянуть веревку на себя, стоя наверху, не очень удобно. А вот если веревка переброшена через блок, можно стоять внизу и тянуть веревку вниз, помогая себе своим собственным весом. Так получается гораздо удобнее. Если вдуматься, то можно понять, что неподвижный блок представляет собой несколько видоизмененный рычаг. В самом деле, приклеим переброшенную через блок веревку к самому блоку, а потом удалим часть блока так, чтобы от него остался только брус, к которому прикреплены концы веревки. Этот брус и будет рычагом, причем равноплечим. Так что силы, приложенные к обоим плечам уравновешенного рычага, будут равны между собой. Поэтому будут равны между собой силы, уравновешивающие веревку на блоке. Ворот – это еще один замаскированный рычаг. С помощью обычного рычага груз можно поднять лишь на ход плеча. А ворот поднимает его, насколько хватит веревки. Я кручу за рукоятку, делаю оборот за оборотом, и груз поднимается вверх. Ворот – это неравноплечий рычаг, и поэтому он дает выигрыш в силе. Плечо силы, которую я прикладываю, – это расстояние от оси до рукоятки, а плечо груза – это расстояние от оси до наматываемой веревки, то есть радиус барабана. Подсчитаем выигрыш в силе, который дает применение ворота. Первый способ подсчета основан на измерении плеч рычага. У изображенного здесь ворота одно плечо длиннее другого в три раза. Вот выигрыш в силе и равен трем. Второй способ подсчета основан на применении золотого правила механики. Путь, который проходит рукоять этого ворота за один оборот, в три раза длиннее того куска веревки, который за один оборот накручивается на вал. Проигрыш в расстоянии равен трем, поэтому выигрыш в силе тоже равен трем. Еще одна разновидность ворота – это двойной блок. Он состоит из двух барабанов, закрепленных на общей оси. Я тяну за веревку, которая разматывается с большого барабана и вращает ось. Малый барабан вращается, наматывает на себя другую веревку и поднимает груз. Плечо груза равно радиусу малого барабана, а плечо силы, с которой я тяну за веревку, равно радиусу большого барабана. Получился неравноплечий рычаг. Радиус малого барабана равен 2 см, радиус большого – 8 см. Отношение плеч равно 4 см, и теоретический выигрыш в силе должен быть равен 4 см. Теперь посмотрим, что показывают динамометры. Вес груза равен 8 единицам. Я тянусь силой в 2 единицы. Так что выигрыш в силе и в самом деле равен 4 см. Соединим два двойных блока последовательно. Пусть радиусы их валов относятся как один к десяти. Тогда первый двойной блок дает десятикратный выигрыш в силе. Второй двойной блок дает еще один десятикратный выигрыш в силе. В результате сила возрастает уже в 100 раз. Если последовательно поставить 3 таких двойных блока, выигрыш в силе будет равен 1000. Усилием в 1 кг с помощью этого механизма можно будет поднимать груз весом в 1 тонну. Вот и подумайте над тем, почему такие замечательные усилители до сих пор не применяются на практике. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok